Приветствую вас и, по моему мнению, ситуация заключается следующее. Именно, что касается работ, то тут, на самом деле, ситуация такова, что вы, находясь в не очень хороших отношениях с коллективом, с начальницей, вы можно чувствуя себя неким аутсайдером, а просто не желаете участвовать в каких-то коллективных событиях, не желаете уносить свой вклад именно в улучшение отношений между коллективом. И связано это может быть либо с тем, что вам работа не нравится и тогда нужно подумать о том, чтобы ее сменить, либо отношения в коллективе у вас тоже не клеятся, то есть вы, возможно, хорошо выполняете свои трудовые обязанности, но при этом вам бы хотелось, наверное, большего, вам бы хотелось большей близости с коллегами, но при этом у вас не получается это сделать. И отсюда вся вот эта вот ситуация, что вы не хотели давать деньги, вам люди некоторые не нравятся, из-за этого вы решили не делать. А другой человек, который наоборот является, скажем так, активистом, он захотел наоборот как-то проявиться перед начальником, да, когда отличиться перед ним. И в результате у вас произошел конфликт интересов. Вы правы в том, что этот человек не имел никаких оснований вести себя подобным образом и ваше исключительное право сдавать или не сдавать соответствующие средства на те или иные необязательные мероприятия, касающиеся времяпроводения коллектива. То есть тут целиком и полностью вы действовали на стороне закона, на стороне своих прав. Другое дело, почему вы не хотели эти деньги сдавать. То есть ведь вы сами пишите, что 100 рублей сумма достаточно небольшая. И тот факт, что вы не сдали их, говорит о том, что вы противопоставляете в некоторой степени себя коллективу. Но тот факт, что вы думаете об этом, что вас заделает, говорит о том, что вы хотели бы иметь, возможно, лучшее положение в коллективе, но у вас это не получается. В результате чего имеет место быть разрушение, которое выливается вот в такое отношение к окружающим. Что можно сказать по поводу того, что по такому принципу вы создаете себе проблему. Вы знаете, это очень сильно напоминает проекции. То есть негативные проекции своих собственных переживаний на других людей. Допустим, невидовлетворенность своим материальным положением проецируется у вас на ситуацию с начальником, и вы не хотите тратить лишние деньги на его день рождения. При этом вы понимаете, что это как бы действует и не вы. То есть уму вы осознаете, что нужно было сдать, что уничтожить тратство в этом нет, что сумма небольшая. Но подсоснователь у вас сидит невидовлетворенно своим материальным положением, которое и диктует вам данное поведение. То же самое касается и, наверное, невидовлетворенность социальным статусом. То есть вы хотели бы, наверное, больше общаться с людьми, но при этом у вас это не получается сделать. И в результате этого у вас растет раздражение, которое выливается на людей, в результате чего вы сами себя отгораживаете от них, сами рвете контакты с ними и сжигаете мосты. Вот это неудовлетворенность складывается из того, что ваши желания удовлетворяются неправильным образом. То есть они неверно опредмещиваются в вашем сознании. Желания есть, а вот представления о них в сознании у вас неверные. Неверно оформлены, искаженно оформлены. И вот с этим вам нужно работать. То есть правильно их оформить. Для этого необходимо все-таки пересмотреть твое истребление, вам можно понять, какие из них продиктованы вашими, например, сомнениями и страхами, а какие истины. И вот те, которые истинные, нужно правильно опредметить. И тогда, я думаю, у вас все наладится и все будет хорошо. Соответственно, для этого вы можете как самостоятельно посидеть, подумать на эту тему, можно даже написать на листочке бумаги, чего вы хотели бы и что для этого нужно сделать. Либо, если не получается самостоятельно, то выберите специалиста на нашем ресурсе и поработайте с ним, чтобы сэкономить, скорее всего, вам время и ресурсы. На этом все. Надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучше, буду благодарен. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Спасибо.